Несмотря на вывеску, это не модный магазин и даже не секонд-хенд. А стоящая около контейнера женщина – не клиентка заведения под открытым небом. По словам пожилой дамы, она надеется найти здесь драгоценный металл. А что вы ищете здесь? Золото. Золото. И что, нашли? Вот же мусор. Женщина, разочарованная найденным в мусорном контейнере, отправилась дальше в поисках нового месторождения. Поэтому узнать, что побудило ее заняться собирательством, нам не удалось. Но если одни люди рыскают по улицам Черкеска в поисках кладов, то другие, видимо, рассчитывают, что горожане должны сами приносить им деньги на блюдечки. Или в данном случае в коробочку. И что любопытно, ведь приносят же, точнее привозят. Потому что дама работает, если можно так назвать ее занятие, неподалеку от светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Кавказская. Причем молодая женщина совершает свой пеший маршрут прямо по проезжей части. Однако сотрудники полиции, проезжавшие в это время мимо, совершенно не обратили внимания на человека, идущего между двигающимися автомобилями. Ее подруги в это же время трудились в разных оживленных местах города. Одна на Красноармейской, другая прямо у входа в республиканскую клиническую больницу. Еще и ребенка с собой привела. Но девочка пока не поддается бизнесу попрошайничества. К тому же пожилая особа увидела видеокамеру съемочной группы телекомпании «Черкеск» и бодрым шагом припустила куда подальше. Причем представительницы, похоже, одного и того же народа постоянно меняются местами. Один день на одной точке, другой на другой. Потом снова на прежний маршрут. Еще и малышне передают опыт попрошайничества. Кто-то из горжан снял на мобильный телефон, как двое мальчишек пристают к взрослым людям и выпрашивают деньги. А потом снова разбегается кто куда. Плохо, что видя, как юным попрошайкам дают деньги, дети из вполне благополучных семей тоже норовят пойти по их стопам. Легкий заработок мало кого оставляет равнодушным. Эта женщина в красном платке сама не зарабатывает. Зато мальчик рядом с ней периодически отходит в сторону стоящих у обочин машин и просит водителей подать денежку. В 2004 году в России был отменен закон о наказании за бродяжничество и попрошайничество. Однако вовлечение несовершеннолетнего в этот бизнес осталось подсудным делом. По данным волонтеров общественного движения «Дети-рабы в руках попрошаек», попрошайки зарабатывают на несовершеннолетних до 150 тысяч рублей в месяц. Женщина на Красноармейской уверена, что здесь ей всегда подадут. И ведь не ошибается же. Но если такие, как она, хотя бы немного ценят самих себя и ниже определенного уровня поведения не опускаются, то что говорить о тех, кто давно живет в реальном мире? Этот человек пока еще откликается на имя Женя. Он только что вышел из забегаловки на Кавказской, где вместе с новым другом опрокинул несколько стаканов горячительного напитка непонятного происхождения. «Ты выпил, да?» Пока мы пытались общаться с Женей, мимо камеры прошли несколько то ли людей, то ли зомби, только что наполнивших свои желудки жидкостью, о которой медики из республиканского наркологического диспансера отзываются в негативном ключе. «В эти спиртные напитки, мало того, что там самогон, туда добавляются психоактивные вещества, ну и ряд других препаратов, которые вызывают очень быструю зависимость, формирование зависимости и быстрое опьянение. Но его отрицательный эффект. Очень быстро формируется энцефалопатия и патология личности». После выпитого спиртного такие люди становятся все меньше походить на людей. Им ничего не стоит нагадить в общественном месте, а потом там же и уснуть. Им не важно, в каком свете они предстают перед обществом. Они вызывают у окружающих отвращение, но в то же время их постоянно подкарамливают жители того двора, где такие индивидуумы поселяются. «Поступил звонок о том, что возле мусорного бака лежит человек, который нуждается в помощи. Ну и естественно был осуществлен выезд, узнал, что данный гражданин временно прописан в Шпаковском районе. На данный момент, год назад, как он оказался в городе Черкесске, и на данный момент ему негде проживать, вот так он скитается по дворам и спит возле мусорных баков, где его естественно подкармливают люди, которые позвонили, пожалели». Участковый доставил человека в городскую больницу. Правда, пообщаться с самим уроженцем в Шпаковке не удалось. Он оказался за надежными спинами медиков. Может быть, хоть они ему чем-нибудь помогут. Или соцработник, приехавшая в медучреждение, как только узнала о случившемся. Впрочем, женщина и сама понимает, что реально помочь этому человеку не в состоянии. «В Ставропольском крае есть распределитель для бомжей. У нас такого нет. Максимум совместно с вами я могу только пройти в ту же больницу, попросить его там. Ну это 10 дней, да, максимум? Две недели, конечно. Потом куда его убивать? У нас нет никакого. Сейчас уже зима на нашу. То есть он может есть две недели полишать? Ну, в больнице две недели же только, больше не держит. Так, вчера его уже доставляли в Республиканское. Ему зеленочкой помазали ноги. Все, и его отправили. То есть в старт-дом, через УСЗН я могу в старт-дом, как просить. Но там без документов нет. У нас нет распределителя для бомжей. Съемочная группа нашей телекомпании целенаправленно не разыскивала всех этих людей по улицам Черкеска. Их без проблем можно найти в любой день в указанных местах. Что делать с людьми, которые ведут асоциальный образ жизни? Кто должен реально помочь им встать на путь исправления? А может и отправить домой? Или пусть все остается как есть? Идея со спецприемником для людей без определенного места жительства и иных категорий вроде бы хороша. Но с другой стороны, эти граждане сами не хотят что-то менять в своей жизни. Их, видимо, устраивает то, что сейчас есть. А без желания самого человека ни одна компетентная служба, увы, не имеет права заниматься его реабилитацией. Артур Максимиха Каракелян, Андрей Дорошенко. Итоги недели.